Приветствую всех подписчиков, гостей канала. Сегодня ко мне в работу приехал автомобиль ВАЗ 2111 с проблемой, не работает центральный замок. Ни из кнопки, не исключаю, ни изнутри салона, не работает. Для тех, кто не знает, изначально в заводской комплектации в данных автомобилях в водительской двери устанавливается концевик положения центрального замка, то есть в самой двери водителя нет электропривода, то есть машину можно открыть и закрыть с дверной личинки ключом, то есть проворачиваем в одно положение, закрываем все четыре двери, проворачиваем в другое положение, открываем все четыре двери. При установке сигнализации в водительскую дверь всегда доставляется электропривод. На данном автомобиле сигнализация уже успела сгореть, поэтому, чтобы как-то закрывать автомобиль, необходимо, чтобы работал центральный замок, он сейчас не работает. Для того, чтобы разобраться с проблемой, необходимо вскрыть обшивку водительской двери. В центральном тоннеле установлен интерфейс центрального замка, то есть я нашел проводочки, которые идут к нему, питание на интерфейс приходит и с помощью контрольки я поуправлял центральным замком, то есть управление тоже есть. Почему не работает с водительской двери, пока неизвестно. Сейчас нужно снять обшивку и разобраться. Возможно тот концевичок, который здесь установлен, не работает, может какие-либо провода переломились в переходе. В общем, надо вскрыть и посмотреть. Для разборки снимаем солдатик, снимаем накладку на ручки, откручиваем там два болта, здесь снизу откручиваем три самореза, снимаем вот эту накладку всю, и потом на пистончиках держится карта, снимаем карту с струнов. Еще вот маленький саморезик тут нарисовался. Установлен динамик, его тоже необходимо открутить. Так, обшивка снята. Вот у нас идут провода. Вот эти три провода идут на управление центральным замком. Вот разъемчик. И вот эти два, как бы заложенные для центрального замка, но его, как правило, в двери нет. Так, вот видим, что здесь провода на концевик откусанные, не знаю кем. То есть, может он раньше перестал работать. В общем, управления здесь в адийской двери сейчас нет. А подключен двухпроводный привод. То есть, вот его крепление. Так, для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо двухпроводный привод заменить на пятипроводный. И вот эти концы проводов подключить к пятипроводному приводу. Но первоначально необходимо проверить, проводка сама целая или нет. То есть, будет ли управление здесь от этих проводов. Если бы была бы сигналка, можно не менять. Там подключено, тогда бы оно работало. Но у вас с водительской двери управлялась бы только одна дверь. Раньше она управляла всеми тремя, а сейчас в таком подключении управляется только одна дверь. Если мы поставим пятипроводный привод, тогда с ключа будет управляться всеми дверями. Ну и если сигналка появится, то оно будет дублироваться. То есть, будет и так, и так. Итак, проверяем целостность проводки. Используем контрольку. Подключил ее как бы на массу. Масса есть, вот пищит. Светодиод моргает. Здесь у нас черный провод должен быть масса. Светодиодик у нас светится. Здесь у нас провод как бы целый, на нем присутствует какое-то напряжение. Подаю нагрузку в виде лампочек. Центральный замок что-то сделал, закрыл или открылся. Второй провод также целый. Подаю нагрузку. Сейчас закрылся, то есть коричневое у нас закрытие замков. Белый, открытие замков. Правда физически здесь целые. Прозвоним. Вот эти откусанные проводочки. Так, минус есть. Плюсик есть. Открывает белый, коричневый, закрывает. То есть провода целые, но возможно, что концевик вышел из строя и его просто откусили. Ну что, в принципе, проблема решаемая. Меняем двухпроводный привод на пятипроводный и будет все работать. Так, для этого откручиваем привод сам. Вот так и вот так. Опа, не понял. А тут пятипроводный стоит. Так, ребята, тут стоял пятипроводный даже привод. Ладно, сейчас мы его проверим. Возможно, в нем уже и не работает концевичок. Проверим тогда этот электропривод на исправность. Если его откусили, то я подозреваю, что он уже неисправен, а менять не захотели. Опять-таки, используем нашу контрольку. Наш черный провод, это тут общий контакт и должен переключаться на какой-либо. Так, вот сейчас у нас замкнут на коричневый. Раз, цепь разорвалась, должна сомкнуться на белом. Раз, привод рабочий. Непонятно тогда, зачем откусывали. Друзья, непонятки сплошные. Привод-то рабочий. Ну что, придется восстановить всю цепь и проверить в действии всю эту электронику. Клиенту, скажем так, немного повезло, не пришлось, скорее всего, не придется тратиться на новый электропривод. Как видим, здесь были скрутки и частично они еще есть. Для следующей замены, вдруг выйдет этот электропривод из строя, то лучшим вариантом было бы сделать разъемное соединение, так как оно есть изначально при продаже. То есть, если мы покупаем новый электропривод, то здесь на концах, как правило, есть контакты, которые можно было бы не откусывать, а просто соединить один в один. Но установщики, которые были до меня, здесь решили этим делом пренебречь и просто откусили все и замотали на изоленту, которая вот уже частично разматывается. То есть, ее необходимо либо поменять, либо обжать сюда контакты для следующих замены электропривода, чем я сейчас и займусь. Возьму обжимные контакты и все пообжимаю. Поступило предложение проверить сам электропривод. Я не обратил внимание, работает ли сам электропривод электрический. Поэтому сейчас буду подавать контролькой питание, ну управление на наши проводочки. Привод сработал. Привод работает, то есть живой. Все, продолжаем. Друзья, взял контакты для обжима. Для тех, кто не смотрел видео, я показывал, какими контактами, обжимками пользуюсь. Заходите по ссылке и смотрите. А сейчас хочу показать, вот взял новый электропривод. Тут он двухпроводный, но для тех, кто не в курсе комплект его, вот видим, что есть вот такие контакты. То есть, если бы изначально там все обжали, то можно было эти контакты не откусывать, а просто их вот соединил и все готово. А так теперь мне придется делать ту работу, которую они сделали ранее. Клемки у нас синего цвета, то есть рассчитаны по сечении провода где-то квадратный миллиметр, максимум полтора. Для лучшей фиксации клемки на проводе я всегда стараюсь, если опять-таки позволяет толщина провода, сгибаю вдвое и всовываю. Так, и стараемся, чтобы наш провод вышел за пределы обжимной части и после этого обжимаем. После того, как вы его вдвое перегнули, получается тут утолщение как бы и выдернуть с разъемки уже так легко не получится. Если этого не сделать, а просто по-ровному вставить, то есть вероятность того, что можно выдернуть этот провод из контакта. Так, обжал три. Сейчас по очереди буду и эти обжимать, чтобы не перепутать полярность. Хотя, даже если перепутаю, то потом можно в любой момент переставить, так как есть разъемы, не надо раскручивать скрутки, скручивать, заматывать. Ну что, друзья, подключил и все работает, открыто, закрыто. По проводам почему-то не совпало, не знаю с чем связано. Если делать по цвету, чтобы совпадало, тогда получается вот такая картина. То есть, да, замок переходит в генерацию, поэтому, чтобы все вернуть на свои места, пришлось белый с коричневым соединить. И тогда все работает. Но, скажем, это пол-дела. Теперь есть у нас тяга, может вариант быть какой еще, что замок устанавливается, а тяга либо короткая, либо длинная. И тогда при закрывании у нас происходит только одно действие. То есть, либо все закрывается, либо все открывается. Сейчас необходимо это проверить. Если эта ситуация произойдет, тогда необходимо будет регулировать тяга, либо приделать к электроприводу другую новую тягу. Пока прикручиваем и смотрим, что получается. Привод прикрутил на место, проверяем. Так, все закрылось, так, все открылось. Теперь необходимо взять ключ от дверей и поуправлять ключом. Закрыло, открыло. То есть, как видим, все работает. Тяжка здесь была стандартная. Никто ее не гнул. Никто. Ну, родная какая-то. Скорее всего и привод был родной. Если привод здесь устанавливался в эту дверь, тогда, как правило, тяжка, которая идет в комплекте с приводом, прикручивается к родной тяге, вот к этой, которая к солдатику идет. Ну, а так можно предположить, что привод здесь был родной с завода. По каким причинам это все отключили, мне непонятно. Но, как видим, оно все работает. То есть, главное было разобрать дверь и разобраться в проблеме. Ну, проблему мы решили. Если у вас есть какие-либо предположения, почему это сделали, можете написать в комментариях. Ну, посмотрим варианты. Может, чего-то я не понимаю в этой технике. Эту проблему я вроде бы решил, можно дверь собирать. Кому было видео интересное, познавательное, ставим палец вверх. Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода нового видео. На сегодня буду заканчивать. Пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok